привет дорогие друзья с вами снова не агара и мы продолжаем 22 эпизод сладкого флирта пообщались тут со всеми родителями посмотрим что будет дальше директриса поднялась на цены чтобы ее все услышали я воспользовалась моментом и вернулась к родителям а может думали что не увидим тебя извините разговаривала с одноклассниками спасибо всем надеемся что вам понравилось небольшое представление ученики нашей школы приготовили для всех гостей небольшую игру чтобы хорошо провести статок этого дня цель очень просто мы раздадим всем списке предметов которые нужно принести учителю форезу предметы описаны не точно то маленькие загадки на общее развитие над которыми придется немного подумать не начинается ох как интересно да это хорошая идея вы можете искать в команде ли в одиночку мой папа дал мне понять что я в их команде ха ха вы сможете взять список у учителя бориса при выходе из спортзала когда вы все найдете учитель форез покажет вам где находится буфет который мы приготовили для вас хорошо вам поразвлечься она спустилась со сцены идем идем ну все можно топать в этой части эпизода тебе пришли собрать три предмета в декоре оставленных там специально на 1 как только эти три предмета будут собраны тебе будет загадана загадка или вопрос ты должна будешь выбрать из трех собранных предметов тот который является ответом фигасе все понятно на я себя поняла отлично хорошо тебе поразвить а нам раздали списке предметов которые нужно найти и загадку так нужно найти кактус часы и бумажный змей они действительно разбросали все это по школе да но не волнуйся пап я стала экспертом по этой области здесь уже много чего собирала ну я бы так не сказала что на эксперт я должен этим гордиться нет но это дает нам огромное преимущество над другими ну что отправляемся на поиски да там кактус часы и змеи кактус есть добавлен коллекцию подождите часы бумажный змей это чудо что-нибудь находите не очень а вы ты один ищешь нет я в команде с родителями на мой папа попросил меня пойти на разведку ахан твой папа немного странный до таких как он лучше избегать когда они в гневе отчасти как и тебя ты боишься его лучше не носить имя амбар ними амбар лучше не носить ха ха это точно кстати как все это закончилось я не знаю кажется в итоге и все сошло с рук и всегда везет надо продолжаем искать так часы я нашла часы и бумажного змея надо еще найти вы все нашли не это ты мы начали не так давно за это время невозможно все найти тогда почему-то задаешь тот же самый вопрос и нервничать а всего лишь игра это игра меня раздражает не игра раздражает ее дочь короче эта игра достаточно смешная правда мне немного сложно но в целом да не очень нравится мне не удивляет что тебе нравится все что касается загадок это плохо нет это забавно меня нет меня на этот счет это старомодно нет это забавно тебе тоже нравится да у меня даже есть талант даже если меня не получается получается разгадать металланджо правда тогда я могу загадать тебе загадку конечно ну чем заканчиваются день и ночь вечером и утром думаю что это не то день заканчиваться вечером ночь утром сутками сутками проиграла не так уж ты сильно значит вечером на было это было сложная загадка родители скоро будут знать эту школу лучше меня если мы будем продолжать ходить по кругу ха-ха мои тоже но кажется что им все-таки нравится да мы им тоже я не думал что им понравится может такое часто устраивались когда они были молодыми когда они были молодыми ха-ха мои родители не такие уж и разваленные ты путаешь с родителями лизандра не говорит огромка представь если они слышат тебя а что он конечно россиянина наверняка заметил что они старые это не то что я хотела сказать так то где же этот змей там может быть может подвале вот кри армин что-то бурчал что такое родители пеги приняли приставку которую оставил за предметы списка не нужно по везде оставлять что не хотели посмотреть какую игру ты играешь вот критин какую игру играешь ты думаешь нет я пошутила нет перестань это очень глупое предположение им нет дела до игры в которую ты играешь или может пеги попросила взять ее чтобы посмотреть не думаю что это интересует ее хорошо что она написала про тебя статью и про ту девушку дину добро а вот и змей кстати все мы нашли все предметы да у нас есть кактус часы бумажный змей а какая загадка я могу быть солнцем я могу быть песком я могу быть птицей так солнцем солнцем песком но если сжечь он может быть песком нет часы часы как песок солнечные часы птица вот странно а кукушка кто я часы ты уверена да почему ты так думаешь не знаю интуиция шоу интуиция начинается это не мы должны отвечать на вопросы нет нужно отвечать команде ну если ты уверена в ответе ты знаешь правильный ответ папа думаю что да я права посмотрим когда закончим а что нужно делать сейчас нужно найти трубку коричневый цветок и палку задание становится все более странными трубку коричневый цветок и палку так долго у нас все получится ты же знаешь школу ты должна знать какие предметы тут были раньше а какие нет я ищу думаю они положили их места куда вы редко заходите наверняка лучше мне поискать подвале в раздевалке и так далее редко заходите трубка а я кого-то толкнула извините он протяну руку чтобы помочь мне подняться ничего страшного старайся смотреть под ноги моя дорогая не волнуйтесь это моя вина я не смотрел куда шел я не могу найти жену и детей ну как ты так ох странно мне кажется таким же злым еще раз прошу прощения он отошел так трубку мы нашли ах кастер ругаться со своими родителями нет я говорю тебе что правильный предмет это кактус ты так считаешь только потому что ты думаешь о песке но нужно учитывать и другие вещи это ты не выносишь когда ошибаешься ты можешь быть таким занудой когда постараешься интересно от кого это у меня кажется лучше отойти к счастью мы так не заморачиваемся во всяком случае мама кастер кажется очень уверены в себе но и у сын прав принцип загадки как раз заключается в том что это не то о чем думаешь первую очередь понятно у вас получается мы еще на первой загадке а вы мы прошли второй вопрос о нет мы прилично опаздываем вы где нашли предметы часы в главном коридоре кактус саду рядом с теплицей а бумажный змей погребя не погребя в подвале надо было написать большое спасибо мы пойдем посмотрим они быстро ушли и не помогать так врагу почему же сразу врагу ну сопернику ты слишком добрая доченька а мне часто так говорят так в глаза не какая все таки тупо эта игра да уж ты говоришь так потому что ты поссорился с мамой а ты откуда знаешь вас все слышали вы не особо сдерживались у меня дарь и сновиния ты не знал вы не особо сдерживались мы не старались а должны были не очень красиво ссориться на публике на чем она аннотации читает нам так больше нравится по крайней мере мы хорошо прокричимся а потом перестанем да уж так 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 чем мы еще не осмотрели здесь нету нифига куда же делся твой отец ему надоело слушать как ты ругаешься он ушел что это он из-за тебя сбежал ты всегда делаешь все что тебе вздумается но такая прям синяя какая-то голубая так сначала мама кастя теперь вот развели а мне она оказалась милой элегантной ха-ха они темпераментные видишь нужно сказать что тебе повезло моя дорогая вы тоже хороши в своем роде кажется вас ищет ваша дочь и жена правда хотя это они предложили разделиться чтобы быстрее найти предметы из списка ах они ничего об этом не сказали вздыхают тогда я пошел к ним спасибо давай журой здесь по-моему ничего нету здесь амбра натаниэль говорю же тебе что я ничего не знаю мне никто ответов не давал не ври ты старо 100 класса тебя точно ввели в курс дела мне кажется что ты преувеличиваешь роль я не учитель я не в курсе всего тогда иди учительскую возьми правильный ответ я не хочу проиграть иди сама это тебе удалось украсть экзамены это не одно и то же я сделала это в отместку я повернулась к своим родителям только никогда не делайте мне сестренку ха-ха так раздевалку посоветовали сходи ты хочешь ты а ты ничего не можешь найти рода если хочешь я могу помочь тебе знаю где предметы до хочу но это платно что за все хорошее нужно платить я дам тебе информацию за 20 долларов что ты на это скажешь нет спасибо я найду сама как хочешь конечно сама найду еще 20 платить так осталось один предмет чё там надо было найти там трубку коричневый цветок кусок дерева найти кусок дерева осталось нам ну вот он мы нашли все окей мы все нашли да у нас есть трубка коричневый цветок и палка а какая загадка на этот раз это вопрос что нарисовано на одной из самых известных картин рене маргарита вероломство образов офигеть вопросик вероломство образов трубка коричневый цветок палка ну предположим что это трубка ты уверена да нет конечно не уверена хорошо теперь мы можем перейти к следующему вопросу что нам нужно найти треугольник флейту и скрепку треугольник флейту и скрепку скрепку не нужно кое-что напоминает я уже искала ее я случайно нет сумки флейты ходишь на уроке музыки я не взяла ее с собой ничего страшного флейту треугольник так здесь ничего нет сюда трусу глянем тоже на всякий случай скрепку надо внимательно смотреть она маленькая так хорошо что меня больше никто не встречаются то столько диалогов я уже прочитала отчет то я нифига не нахожу почему-то почему ничего нигде нету треугольник лейта скрепка ничего не вижу я все это может быть пегги не перестает ходить за мной хочешь я помогу тебе да наверное придется отдать и деньги потому что я все обошла я скажу тебе где находится предмет который ты ищешь на свою двадцатку супер какой предмет ищешь я ищу треугольник учительской на стуле правда блин я уже бегу офигеть ты не перестает ходить за мной нет спасибо я не буду тебе больше платить как хочешь не смотри на меня так я не поведусь учительской на стуле треугольник ё-моё реально или вы здесь не были я так просмотрела так что там еще надо найти то на скрепку и флейту скрепка и флейта сейчас внимательно все буду смотреть на меня есть еще конечно двадцатку мне надо хоть еще один предмет найти скрепку и флейту а здесь ничего не вижу это наверно будет довольно долго ребята здесь пусто так здесь тоже ничего такого не вижу там что-то такое нет нет нифига так вот здесь может быть потому что здесь так много предметов все мы нашли чё скрепку осталось найти флейту флейта не перестает ходить за мной подожди пока отвали я может быть сама найду вот стань флейта флейта так здесь нет нет нифига надо внимательно все осматривать так здесь во дворе во дворе нет ничего здесь придется наверное и двадцатку дать я не вижу ничего сейчас будет смешно потому что наверняка это находится где-то на видном месте а я пропускаю бегаю пропускаю ничего где она тоже мне деньги я уже много трачу бонусов энергии лучше и наверное деньги отдать или она мне больше не предложит нам уже не появляется пойги help me нет нифига ладно да 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 забирай свою двадцатку я еще флейту классе а рядом с сумкой чего где короче я не знаю что то такое было что-то нажала да нашли мы флейта все посмотрела треугольник флейта да наверняка это разные музыкальные инструменты думаешь наверняка наверное на скрипку не хватило бюджета да так он ушел на костюмы розали так как как а в этот раз загадка это вопрос я музыкальный инструмент со смычком у меня необычная форма как и у моих старших сестер мне особенно любил композитор вивальди ну скрипка то есть скрепка так как на скрипку не хватило бюджета ну вивальди любил скрипку я сейчас приду мне нужно анти алексе ну так ответим ты уверена ну а что делать хорошо списке больше ничего нет теперь мы можем вернуться к учителю супер надеюсь что мы выиграем но очень сомневаюсь что мы выиграем но чтобы все нашли да мы идем к учителю форезы потому что я на последний вопрос и вообще не уверена правильно ли я ответил мы тоже алексей пошел с мамой наш папа хотел что-то посмотреть научном кабинете мы присоедимся к ним позднее что он хотел посмотреть скелет зачем потому что они всегда за чего забавляли вы нету его когда он учился в школе его класс даже дал имя их скелету бог мы тоже нужен называть нашего когда у тебя есть идея мы назовем его джек как кошмаре перед рождеством да аха совсем неплохо я согласен нужно будет поговорить с остальными да как хочешь джни мы идем куда вы все нашли да фу я уверена что вы нашли как схитрить бабки отдали да деньги мы отдали все нашли да вам отцы а ты сомневался нет но я надеюсь что что закончу раньше тебя может я получится в следующий раз раньше меня зачем мечтать не вредно не стоит так это воспринимать я шутила вы нашли все предметы да мы даже решили все загадки предлагаю предполагаю что вы идете чителю форезу да тогда удачи ты еще не закончил мы без удачи победим спасибо ты еще не закончил нам не хватает трубки мы нашли ее в научном кабинете наверняка там есть еще спасибо пойду посмотрю мы помогли лизику не за что что только ты не сделаешь ради красивый глаз молодого человека еще таких разных ничего подобное всего лишь хотела помочь да конечно не форез может он спортзале но ну что не агар вы закончили да теперь нужно отдать вам предметы мы будем действовать поэтапно чтобы избежать проблемы что вы выбрали для первой загадки что там было я могу быть солнцем я могу быть песком я могу птицы кто я мы выбрали часы правильно у я молодец один из трех вариантов хотя бы правильно а затем были нужны часы ответ на закатку время время может указывать нам солнце песочные часы часы с кукушкой как я и угадала среди предложенных предметов подходили только часы отлично мы правильно угадали так переходим к вопросу второй части совершенно не знаю что было нарисовано на картине мы выбрали трубку отлично чё серьезно а я так и думаю почему мы не знаем эту картину а вы не знаете эту картину мы дам я не знаю художник хотел показать что даже если картина и представляла трубку это была не трубка о понятно это интересно мы угадали супер шоу интуиция и последний вопрос что там было мы выбрали скрепку и вы не ошиблись чё реально все вопросы правильно сидеть ребята без подсказок прошла ах это было просто да нужно было только догадаться что скрепка это скрипка офигеть вот логика было не сложно треугольник был просто деревянный скрипка тоже не могла быть настоящим музыкальным инструментом ох а я думаю что вопрос был достаточно сложный да сложный вообще бедняжка кажется он расстроился так давайте сейчас подсчитаем браво вы первым все нашли разгадали правда супер что мы выиграли это небольшой трофей он протянул трофей моей маме держи моя дорогая это для тебя признайся что тебе он не нужен теперь вы можете идти к буфету спасибо я повернулась папе ты молчалив твоя мама говорит за двоих эй нахлопнула его по плечу так нам нужно пойти я могу оставить вас я бы хотела немного поговорить с друзьями конечно я пойду посмотрю что там за закуски ха ха супер тогда до скорого подожди мы здесь долго оставаться не будем кажется что после буфета нужно уходить ты можешь поговорить с твоими одноклассниками позже да обещаю вы тоже закончили да было непросто но мы справились вы не с родителями и они разговаривают понимаешь они хотят поближе друг с другом познакомиться так как им придется однажды породниться они раньше никогда не встречались странно что для того чтобы встретиться им понадобился день открытых дверей они не встречались родители лизандра даже не знали как я выгляжу тебя это не пугает что должно меня пугать встреча твоих родителей с родителями твоего молодого человека совсем нет а мне было бы немного страшно ха ха может ты уже познакомилась сегодня со своими будущими родственниками не говорите пухи а такой красный тебя все в порядке лизандр да а что с ним такое что вы делаете мы снова заключаем пари а это не лекарство ссориться ты не слышишь я посмотрю в их сторону блин они опять взяли за свое из-за чего я уже давно перестала задавать себе этот вопрос пойду посмотрю вы со мной не это не пугают меня да я не хочу быть свидетелем сцены когда стрикнут даниэль и узнает что его сын собирается драться они здесь оставь меня в покое если ты хочешь что-то обсудить подожди немного почему что афай потому что здесь твой папочка причем тут это не делай вид что ты не понимаешь это все это все заметили ты до смерти боишься своего отца на тебя жалко смотреть зачем к нему прикопался заткнись а ты разве заткнулся когда ходил к директрисе чтобы она уговорила моих родителей прийти нет на нель схватил кастеля за воротник и притяну его к себе заткнись натаниэль сейчас же перестань его отец схватила за руку потяну назад устраивает такой цирк перед всеми ты совсем потерял я закрой рот мы решим это дома амбар мы идем домой какой стыд семья натаниэля вышла из спортзала намылить шею кастелю давайте нам идем я ему тогда сказала что я не буду проводить время с натаниэлем он зарал что я собака давайте ему нам или я направилась кастелю что с тобой не так почему ты не оставил его в покое удивлен что первый раз вижу его с такими глазами вы уже всех достали вы хуже маленьких детей эй дай мне закончить дай прорусь на тебя ты без не достал тебе стоит извиниться перед ним ты вел себя как кретин ты скоро успокоишься я пошла к родителям идемте мы уходим как хочешь мне не хотелось больше задерживаться мы вышли из спортзала сцена натаниэль кастель немного ходил тебя поди домой чего можно тупо домой этот день прошел почти на отлично жаль что он закончился на неприятной ноте да эти два ученика они не ладят друг с другом это очевидно мы случайно встретились с их родителями кажется они тоже не очень ладят это достаточно забавно да мне тоже было смешно тем не менее кажется что они хорошие люди ты так думаешь отец твоего друга натаниэль окажется немного строгий но если бы ты устроила подобный скандал я бы поступил точно так же я не знаю что то меня беспокоит правда что ну моя дорогая ты же знаешь что ты нам все можешь сказать да ничего такого думаю что мне просто кажется это неправда я уверена что что-то не так мне страшно узнавать настоящие причины отметим на спине натаниэля я не могу пока об этом говорить я должна быть уверена и у меня есть идея мне предстоит еще многое поработать то мне надо топать домой мы вернулись домой я зашла в мою комнату чтобы убрать вещи мы только что поговорили с папой о том что о тебе сказали учителя да и я наказана ха нет у тебя были неплохие результаты на экзаменах никто из учителей не жаловался на твое поведение не все говорят что-то серьезная ученица у тогда в чем дело мы решили дать тебе небольшое поощрение правда держи она дала мне 20 баксов оу спасибо вот небольшой бонус к твоим карманным расходом о большое спасибо мамочка тогда я пойду куплю себе что-нибудь из одежды если ты выходишь не могла бы ты взять кросса на завтра на утро да конечно я уже иду я поблагодарила папу за маленький бонус и вышла так еще не меня от меня хотят чтобы я купила себе что-нибудь я зашла в бутик с одеждой там было много одежды которые у меня не было и новая коллекция я выбрал новую коллекцию она была немного дороже но очень красиво посмотреть наряд я должна его купить 180 долларов очуметь меня опять нет денег на счете так что мы с вами продолжим следующий раз я сейчас опять закинул и продолжим ребята